Драка вечером трудного дня Итак, мы с вами еще пока в Тунгуске. Давайте разговаривать с Потсом. Пошутим сначала только. Эй, Покс, знаешь, что ты получишь, если запихнешь 60 боевых близков в Блендер? Не знаю. А ты что получишь, если запихнешь 60 боевых близков в Блендер? Чоудер! Да, шутка не удалась выдать. Что делать с близками? Ладно, Покс, что мы с этими крабами делать будем? Они, несомненно, не прокончат нас, если мы не убьем их раньше. Значит, нам остается только одно. Покончи с ними! И для начала уничтожить упавший корабль. К сожалению, как я уже говорил, фронтское оружие его корпус не пробьет. Но у корабля есть везуме место. Это его основной движок, скрытый забронированным люком. Открой этот люк, Крипта, и устрои там полный пдыш! Ты такой няшный, когда это делаешь. Ну, а больем презрением кораблю близков давай. Ты уверен, что моя тарелка не раздолобит этот корабль? Это же развалено! Да, летать он не может, но это крепкий орешек. Твоя тарелка на его броню и царапины не оставит. Понимаешь, во времена марсианской войны ядерному оружию фронов завидовала вся галактика. Но когда у нас начались проблемы с мутацией ДНК, мы пришли на обычное вооружение. И уверившись, что больше никому бросить нам вызов, стали тратить ресурсы на другие, менее воинственные цели. Например, на борьбу с бедностью, образованием, здравоохранением. Такие бесполезные пустяки. О, будь проклят, наша самоуверенность! Выходит, моя тарелка ни черта не может против крабов, так только потому, что малыш-микробчик читать хочет? Ненавижу политиков. Так как мне открыть этот люк движка? Он же небось плотно заперт. Точно. Насколько я могу судить, управление люком отключено. Похоже, близки выявили Нексус Кристаллы, которые питали контур. Но они их не уничтожили. Кристаллы где-то спрятаны. Я улавливаю слабое Нексус излучение изнутри базы близков. Отыщи Нексус Кристаллы, чтобы запитать контур и открыть люк. А потом уничтожь корабль! Кажется, малыш-крипто проснулся. Ну что, Покси, я загорел, отдохнул и готов на всё. Самое время поджарить крабиков. Бум-тс! Отлично! Отправляйся на базу близков и попробуй отыскать кристаллы. Я буду продолжать сканирование, пока ты внутри. Если найду кристаллы, дам знать. И будь осторожен. Близки куда сильнее, чем... ...все остальные, с кем я дрался, понятно. Не волнуйся, в одном... Монсон Би был прав. Рано или поздно ломаются все. Итак, добраться до базы. Собери скрипты. Для этого здания тебе придется проявить все свои особые таланты. Отправляйся пешком на базу близков и попробуй отыскать там Нексус Кристаллы. Так, меняй фортехнические батареи на классные улучшения, используя интерфейс тарелки после... Ну так это понятно. Мы сейчас по-любому все равно к тарелке пойдем. Сканеры вылавливают слабый сигнал. Один из кристаллов где-то рядом. С тобой. Вот он. Крипто! У этого близко. Прикончай его и вырвай кристалл из его холодных чешутчатых лап. Так, применить разрядомет, чтобы уничтожить щит. Подожди. Сначала давай вот так. В магазин. Так, это мы с вами уже улучшили. Это улучшили, это улучшили. Это у нас... Неинтересно, это прыжковый который. Это интересно. Распухатор. Но пока пусть подожди. Щит. По максимуму уже лучевой дезинтегратор. Тоже, кстати, прикольный. Так, толкотрон неинтересен. Анальный зонт неинтересен. Неинтересно. Вот это, кстати, интересно. Но пока подожди. Ионный детонатор. Звукобумц. Гастропушка. И антиблизк. Так, подожди. А где у меня... Вот, разрядомет. Отлично. Вот это вот интересный момент. А это что такое? Энергетический близк-конденсатор. Экономит электроэнергию разрядомета. И лучевого дезинтегратора. Благодаря скопированным технологиям близков. А так, значительно увеличивает урон по самим близкому. Да. А здесь... Повышает урон, повышая наносимый близком урон. А, это увеличивает урон от анальных зондов и норных зверей. Благодаря доскональному знанию анатомии пришельцев. Угу. Но мне вот это сейчас интересует. Больше на что не хватает. Ну, тогда будем копить. Да, кстати, подожди. Надо будет еще этот... Скин появился, кстати. Новый. О. Хороший, плохой фурон и что-то не выполнил, да? Хм. Ну, давайте сделаем вот это вот. Плюс, надо вот поменять сейчас нам с вами скин для нашего друга. Давайте что-нибудь возьмем. О. Пусть будет вот это вот. Классный наряд. Как раз зимний. Так, примените разрядомет, чтобы уничтожить щит. Какой щит? Он сказал, где-то рядом со мной. А какой щит? Ну, это не то. Ё-моё. Ё-моё. Это вот эти вот здравяки? А, понятно. А вот это уже плохо. Чит... Так, не понял я прикола сейчас. Мелкие уничтожаются легко. А вот крупные нифига. Ничего не понял. Ну, допустим. Там есть два здоровых. Которые просто так не умирают. Может быть, мне как бы одного хотя бы выцепить? Класс. Ну, они его охраняют. Попробуем потихонечку пройтись. Блин, кислота, конечно, очень сильно действует. Не, мне надо мелко уничтожить сначала. Давай. Так. Ну, а тут уже получается вот этим. Хорош. Молодец, Крипто. Один Нексус Кристалл у тебя. Осталось ещё два. Где-то в недрах этого газа есть ещё один Кристалл. Сигнал сканер совсем слабый. Но тебя же нюх, как угонщик. Верно, Крипто? Ну, типа того. Ах ты, зараза. Кислотный. После них ещё остаётся вот эти всякие грёбаные рыбы непонятные. Ещё один бежит. Ух ты, ё-моё. Не-не-не-не-не, друзья. Не-не-не. Их там два. С двумя это бесполезно. Мало, конечно. Мало, мало, мало зарядом. Надо валить. Надо валить. Пока валим. Пока валим. Пока бесполезно. Слишком там дофига собралось. Не цепляй там, к сожалению, сразу много, блин. Вроде прокачал по максимуму, чтобы хорошо всё было. А чё-то как-то не очень хорошо. Ну, вздыхай-то. Кто там плюётся? Минус. Будем потихонечку проходить. О. Вздохнутый уже. Вот это другой разговор. Так, где-то, говорит, здесь, да? Может, надо наверх? О. Опять же, это должно быть у здорового какого-нибудь, или как? Как я должен этот кристалл найти? Это не взрывается. Ну, точка прямо здесь где-то. Аааа, вот он. Второй кристалл у тебя в руках, Крипта. Да, будет третий, чтобы мы могли открыть люк и отправить этих близко в небытие. Вселенная троицу любит. Это я сам придумал. Слабый сигнал идёт от кристалла где-то у тебя над головой. Похоже на вершине корабля. Тебе придётся вскарабкаться по этим шпилям, чтобы его достать. Ага. По этим шпилям. Осталось бы ещё понять, как туда забираться, да? Ну, тут уже не хватает силёнок мне. Либо туда перелетать. Ага. Отлично. Так, теперь куда-туда? Или лучше туда? Наверное, лучше туда. Допустим. Так, теперь явно туда. Эх, опа, она охватила. Молодец. Ага. Теперь куда-туда? Блин, тут можно запутаться, куда в итоге-то надо будет. Вон он наверху где, зараза. Ну да, попробуем сюда пойти. А, так я сразу сюда смог. Отлично. Великолепно, Крипто, ты собрал все Нексус-кристаллы, а я продул Гастро-пятёрку. Теперь, чтобы вскрыть люк, ты должен вставить кристаллы в пазы на орбитальном корабле и замкнуть контур. Ё-моё. Убить мутантов? А-а-а. Этому сейчас лаза убьём. Может надо просто пострелять иногда и всё? По-моему, это как-то очень долго происходит. Давай попробуем вот эту вот пушечку, да? Ну, в принципе, неплохо. Единственное, что заряды кончаются. Так, вот это уже хорошо. Так, а как вставить-то? Ну и чё? А-а-а, всё понятно. Тут щит есть. Отличная работа, люк открыт. А теперь та часть, которую ты так ждал. Вызывай тарелку, крипто. Потому что пора сыграть, взорвём корабль близков. И помни, не трать беприпасы, стреляя по корпусу. Единственное, что я зову место, это двигатель. Так, инфоидро я взял. Ух ты, ё-моё. Что за пушка? Квантовый расщепитель. Швырни пакет с расщепителем. Нажать Р2. Хорошо. Пакет взрывается при поводании, наносит урон на большой площади. Хорошо. Для него трудно найти боеприпасы. Замечательно. То, что для него трудно найти боеприпасы, это плохо. Так, ну смотри. Во-первых, тут надо будет уничтожить вот эти вот турельки. Они явно налетающие. То есть на тарелке как раз будет. Это как по системе ПВО. Поэтому их желательно сейчас уничтожить здесь быстренько. Чтобы они по пути мне тут не мешались. Не просто так они тут стоят. Ой, не просто стоят тут. Вот, в принципе, и всё. По пути, если найдём. Но по пути, в принципе, не вижу. Ну, поехали. Наконец-то. Сколько можно осторонничать? Я хочу делать тыщ-дыщ. Так, квантовый расщепитель. Так можно мне поставить квантовый расщепитель? Что-то какой-то квантовый расщепитель, не квантовый расщепитель, блядь. Вообще ни о чём, да? Так. Какая-то квантовый расщепитель. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ой-ой-ой-ой... Кошмар, кошмар, кошмар... Против вот этих надо было, чтобы башен применять-то? Или... А, против вот этих. А где они сейчас восполнят боезапас-то? А, так они какие-то снаряды где-то появляются непонятно где, блин. Ладно, фиг с ним. Я просто не понимаю, где их надо было обратить снаряды. Он сказал сразу, что это очень... Редкие боезапасы, поэтому... Ну, я его почти уничтожил вот так. Ладно, не выполню я допку. Ладно, фиг с ним. Ползи отсюда, клешня. Прис получен. Чистая работа, Крипто. От базы близкоев не осталось и следов. Я почти готов подать рапор, чтобы тебя... Окей. Да, вот не выполнил, к сожалению, я немножечко. Ну, да ладно. И вновь в Тунгусский метеорит. Месть Теслы. Мощный взрыв в Сибири. Война богов. Так, вот это мне сразу протонуло куда-то в научный городок. Так, ну и куда мне? Ну, ладно, хорошо. Так, ладно, пусть звонит, мне страшно. Не, ну сейчас надо добраться только всего лишь. Команда забудет. Это не надо мне. Пусть звонит, мне страшно. Хороший, плохой фурон. Ну, наконец-то. Похвастаться, ну давай. Ну все, больше корабль нам не помеха. Я такой с их кораблем сотворил. Не зарывайся, Крипта. Это еще не окончательная победа. Пусть ты уничтожил базу близков, но Милинкова мы пока не нашли. Привет, Покс, как там наша золотовласая бабушка? Она должна была ждать меня тут. Я ее не видел. И, кстати, ты даже толком нас не познакомил. Ну да, я аж пытаюсь произвести на нее впечатление. Расслабься, мне ей для тела поважнее, чем подрывать твои великие планы. Я вообще-то надеялся, что она поможет нам отыскать Милинкова. Может, она с агентом Сергеем? Позволит ревности взять вверх, предложить разумное объяснение. Ну, давай попробуем лучше предложить разумное объяснение. Ты же ее знаешь. Все время работы. Наверное, пытается выяснить, где Милинков. Весьма вероятно. Она очень способная. Возможно, ей помогает агент Сергей? Все равно, Давид, ты смотри. Ну ладно. Надеюсь, что нет. Как же меня задолбал этот самодовольный козел. Посмотри-ка на меня. Я такой красивый, такой умный. Я стихи читаю. С медальдем дерусь на кулаках. В любом случае, тебе стоит обыскать Наталью. Возможно, ей требуется твоя помощь. Ладно, ладно, схожу. Отлично. Разнюхай все вокруг. Наверняка я бы кто-то видел. Удачи, товарищ. Используй сканерные мысли, чтобы найти Наталью. Смотри, у нас получается в себе прям очень долгая миссия. Сколько, может, тут получается? Несколько серий? Что они делают с честным человеком, которого везли на базу КГБ? От одной мысли волосы шевелятся. Теперь на базу КГБ надо. А вот и база КГБ. Если гипотетический телепат сейчас работает мою мозгу в поисках информации, я ничего не вижу. Может, агенты КГБ занятки привлекательной женской особой? Ну все, Близк, сейчас будет грязно. А у меня закончились форточки для лобстеров. Так, ну надо сюда валить. Опа. Отлично. Это по мне так лупят? Да, реально. Вот засранец-то. Да ладно тебе опять. Поговори с доктором Орловым. Ну вот сейчас вот где он находится, этот доктор Орлов? Да ладно тебе. Назад надо идти. Вот это еще подстава подстава была. Так, ладно, падаем. Ну там вроде никого нет. Приветик, товарищ. Доктор Орлов, вот вас-то мне и не хватало. Я гляжу, как ибо до вас дотянулись, док. И что они теперь с вами сделают? Я полагаю, они пытают меня или отдавать близко мне развлекаться. Может быть, вы мне помогаете спастись из здесь, да? Я бы сразу судок, но сперва мне надо найти Наталью. Забегу потом, если не забуду. Не видели тут с лучшим красивую блондинку? Ее зовут Наталья. Конечно! Инопланетное создание тащить красивую женщину на базу пришельцев. Она очень крепкий орех. Так сопротивлялась. Если с ее сексапильной головки пойдет хоть один волосок и их всех в кипятке сварею. Они тут проходить совсем недавно. Если торопиться, то еще догонять. А когда с ней кончать, может быть, спасти и меня тоже? Я буду ждать. Так, ну с ним надо только поговорить. Ё-моё. Вот сразу не увидел я его. Можно было к нему взлететь. Может быть, у нас с члак-тарелочкой лучше подлететь? В общем, сейчас просто там себе прокачаем. Давай посмотрим, что у нас там доступно в магазине. Так, ну смотри, получается, в последнее время мы часто с вами используем луч смерти. Может, тогда его вкачать. Жжется горячее, помогает с перезарядкой. Стрелять дольше 16. А, так я смогу все прокачать. Отлично. Отлично. Это мне нравится. Так, здесь прокачано. Этот прыгалка неинтересно. Щит-тарелки прокачали полностью. Лучевой дезинтегратор. Кстати, тоже полезная вещь. И тоже, в принципе, хватает. Взрывные патроны создает. Отлично. Чего бы нет. Вот так вот пусть будет, да? Так, этот алкотрон неинтересен. Анальный зонт какой-то тоже неинтересен, в принципе. Вот это тоже можно, в принципе, качать, да? Подожди, так я уже тебя прокачал, нет? Ладно. Наверное, после смерти все это обнулилось. Ну окей. Где поменьше народ, туда бы добраться бы сейчас, да? Сдохни. Отлично. Так, ну я зашел. Добраться до Натальи. Гребаная кислота. Минус. Так, боеприпасы. Отлично. Блин, там здоровые. Не, я хочу их обойти. Ну их нафиг. Их еще и два. Если бы он один там был, то еще ладно. А два это много. Боезапасики. Нет, боезапасиков нету. Вот это уже другой разговор. Крипто! Слава Ленину, ты здесь. Ну что, страшно? Сергей инфицирован. Да чтоб мой мозг, ты хоть предохранялась. Или юных пионеров основам секса не учат. Какая задница? Я не про венерическое заболевание говорю. Он заражен спорами пришельцев. Так и есть, лопушка. И боюсь, пенициллин тут не поможет. Привет, криптоспородий. Миленков. Извини, что обосую вашу компартию. Но если ты вдруг не заметил, твоя база выглядит так, как будто у вас Кит Мун был дизайнером. Ты проиграл. Такое хвастовство, такая наглость. Ты говоришь почти как американец. Скоро ты нацепишь ковбойскую шляпу и станешь изъясняться междометиями. Да ладно. На самом деле, эта база ничего не значит. В этот самый момент мы готовим к запуску операцию Солярис с нашей сверхсекретной главной базой на Луне. Это воплощение идей великого Сталина. Жаль, никто из вас этого не увидит. Всего хорошего, лапушка моя. Счастливо. Крипто, брось меня, останови Миленкова. Крепче держи свой кокошник, куколка. Думаешь, я полечу на Луну без тебя? Ну, я вижу три шланга. Может быть даже четыре с той стороны еще есть. Счастливо. Счастливо, Крипто! Счастливо. 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 Продолжение следует... 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 Редактор субтитров... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем пока.